И всем привет, ребят, с вами Мистер Маник, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен хэллоуинскому прохождению, продолжению, полету за кризисом. Сегодня у нас имеется отличное количество конфет, уже 15 ходов у нас сделано, осталось 9 островов до первой планеты. И полноценно на все про все мне где-то надо еще плюс-минус, наверное, 250 конфет, чтобы дойти при хороших раскладах до самого главного кризиса, чтобы пройти два круга. И сегодня вместе с вами мы быстро выполним заданки, ну и потом уже отправимся проходить острова. Надеюсь, что сегодня удастся хотя бы пройти первый круг. Если не дойдем, будет, конечно, немножко грустно, все-таки у нас 106 конфет имеется, плюс сейчас еще быстренько вместе с вами выполним заданки. Также, друзья, не забывайте то, что мы продолжаем, я уже тут одну заданку выполнил, Мы продолжаем открывать спецпаки, можно так сказать, покупать спецпаки за лайки. То есть, 150 лайков у нас набирается, если на этом видосе, то мы оформляем покупочку вот такого вот спецпака, в котором у нас дополнительно имеется 20 конфет, 10 коинбоксов, 15 ультракантов. Я уже такие паки брал, целых, получается, 3 штуки. Да, у нас уже есть ультраканты, есть коинбокс, я пока что не знаю, когда я их буду открывать, но все это дело тоже когда-то на видос откроется. Поэтому отправляемся выполнять заданки. Мне нужно осаду. Да, возьмем сейчас что-нибудь такое более-менее подходящее под этот режим. Можно взять, например, Хантера... Хантера Молота давайте возьмем. Интересная такая комбина, которую я особо на никаких игровых видосах не использую. Поэтому почему бы и нет. Выполним быстро заданку в осаде и уже отправимся лететь. Я думаю, что это будет какая-то серия определенных видосов. Это, ну, можно так сказать, первая часть, хоть мы уже и записывали там с этими планетами, где мы попробуем дойти до самого кризиса. Я до него пока что не буду открывать наши замечательные ультраконтейнеры, дабы он там случайно не выпал. Потому что мне кажется, что у нас все должно получиться. Я должен дойти до второго круга, пройти его и получить заветный кризис, который я, ну, так уже давным-давно хотел бы видеть на своем основном аккаунте. Поэтому надеюсь, что у нас в этом плане все получится. Ну, и сейчас давайте быстренько попробуем выиграть катку. Меня закинуло на перекресток. Мне надо, если я не ошибаюсь, здесь поднять какое-то количество кризисов. Вроде 1600 здесь надо было. Поэтому немножко здесь даже, может быть, придется еще и запотеть на таком, не совсем дефолтно-стандартном вооружении. Поэтому пробуем, пробуем убивать, пробуем нагибулить. И, конечно же, забирать точки. Точка у нас сейчас по центру. Давайте быстренько сразу отправимся. Хантер после обновления сильно, наверное, не изменился. И ничего такого сверхъестественного с ним не произошло. Поэтому в таких вот боях, я думаю, что его можно смело использовать, реализовывать. И стараться, стараться выполнять спокойно подобные миссии. Хоть я и не совсем уж такой большой любитель этого замечательного корпуса. Но как разнообразие, я думаю, что пойдет. Так, правая точка у нас появляется. Давайте попробуем сейчас ее быстренько забрать. Надеюсь, что здесь особо нас никто не выпушит. Ну и, может быть, даже получится быстренько оформить даже досрочку. И сразу же уже приступить к открытию. Как вы знаете, у нас каждый день можно заработать по 12 конфет. Плюс я конфеты, которые у меня сейчас накопились, помимо заданок, еще ловил на воспожиге. Также у нас еще будет один ивент, на котором будут падать конфеты. И я очень сильно надеюсь на то, что в сумме, по итогу, нам этого всего дела хватит. А если нам хватит, то я получу, наконец-таки, заветный, тот самый жесткий кризис. И я надеюсь, что с ним уже у нас пойдет очень много различного интересного контента на канале. Можно будет показывать то, что еще у нас не делали молодые люди на кризисах. Да, и комбины всякие интересные разыгрывать. И, возможно, даже те ребята, у которых сейчас есть кризис, которые на нем играют, для себя увидят что-то новое, чего они не видели до этого. Да, даже такое может быть. Но пока об этом говорить рано, пока еще у нас дорога до кризиса, можно так сказать, только и только начинается. И, хоть и времени немного, но проделать путь конфетный еще нужно сделать очень большой. Да, чтобы у нас все получилось. Поэтому надо еще постараться. Но я надеюсь, что получится. Я просто, ну, никогда так близок к кризису не был, скажу вам честно. Так близко я к нему еще давно, ну, можно сказать, даже никогда не был. То есть, сейчас есть реально отличная возможность получить себе этот дрон в гараж. А зная мою, мою победу по жизни, да, мое везение, да, как мне падают всякие вот такие вот предметы ништяковые, то его нужно брать. Ну, вот просто нужно взять и забрать этот кризис. Просто взять и забрать. Потому что другого шанса такого может не быть, халявного, как по мне. Да, поэтому будем стараться делать на этом ивенте максимум. Так, забираем точку. Урончик, конечно, с Бандербаса я бы не сказал, что такой жесткий залетает. Точечку заберет тиммейт. Откатывается просто от нее. Ну, а мы 3-1 ведем. В принципе, наверное, здесь этого может быть достаточно. Главное, чтобы я получил те кристаллы. 1800 крепь. Главное, чтобы я их получил. Так, шестьсотку наносим. Рид будет какой-нибудь жесткий. У меня, кстати, есть овердрайв. Этот овердрайв можно будет, кстати, даже немножечко, я думаю, подсейвить. На тот момент, если, например, сейчас какой-нибудь Титан прожмет купол, я его быстренько, красивенько сумею реализовать. Давай, давай, давай. Молодой, ну откройся, я тебя буду все равно контролить, мне пофиг. Ты можешь там стоять, не стоять, я тебя все равно буду контролить. И рано или поздно реализую свою комбиночку. Так, мы забираем точку. Хорошо, у Титана, у противника купола пока что нету. Но если вдруг появится, то мы его сразу же покажем. Что это такое, что такое Хантер овердрайв. Стабильный, нагибаторский. Так, ну у меня 400 очков. Так, потихонечку летим. Правая точка появилась. Пробуем сейчас ее быстренько забрать. Можно было, конечно, здесь взять более какое-то жесткое вооружение. И с ним по ноге булить. Но я думаю, что и этого будет достаточно. Этого тоже будет достаточно. После таких овердрайвов, которые у нас сейчас имеются. Можно и на Хантере комфортно себя чувствовать в таких матчмейкинговых боях. Но может, конечно, не супер большим количеством килов и очков. Но и этого будет вполне достаточно, чтобы выполнить эту заданку. А главное, нам ее выполнить. Ну и плюс бои 15-минутные. Там особо далеко не разбежишься. 520 очков у меня уже имеется. Точка, скорее всего, будет слева, я так думаю. Но ладно. Нет, не слева. Центр появляется. Хорошо. Централочку мы быстренько контролируем. У Титана купола нету? Нет, купола нету, к сожалению. А вот у второго есть. Второй прожмет? Нет, второй не жмет. Второго сразу Страйкер быстро хавает. Очень хорошо. Значит, Хантер подлагивает сильно. Что-то с ним не все в порядке. Хорошую даю сейчас, контентовую. Плюшечку. Так, Титан прожимает купол. И вообще здесь неплохо взять бы иммунитет от пробития. Вот там Гаусс с пробитием, Фриз с пробитием. У меня одето дефолтное устройство от поджога. Так, сейчас будет поприятней. Можно, опа, купол можно убрать. А можно ли сразу убрать, например, два купола? Ну ладно. Значит, мы просто уберем вот так хотя бы один. Заберем сейчас точечку. На Центрике два криток, кстати, подряд. Оторез и не успел ХП получить. Но нам, в принципе, достаточно этих 5 и 1 даже. Особо здесь, наверное, лететь прям некуда. Мы уж точно не сольем такое большое количество точек. При том, что здесь противник примерно такого же уровня, как наша команда. То у них не будет особо никакого большого преимущества на точках. Овердрайвы плюс-минус будут перебивать точку. И даже если они там возьмут одну-две точки, то по итогу все равно мы где-то, где-то будем с ними рядом. Ну и то я даже могу, вот видите, просто придержать ее, не отдавать. И может даже сейчас будет еще и возможность захватить ее. Так, давайте попробуем накидочку оформить. Захват пошел, хорошо. Хороший выстрел сейчас по викингу оформляем. Добавки не будет. Но захват может быть. Захват сейчас может получиться. Тысячу уронов кидываем. Чел думает, что он нанесет мне пробитие, но он, конечно же, пробитие не наносит. Так же, как и этот замечательный приз. Тоже уже без пробития. Четыре тысячи получает. Ой, я сейчас откатился от точки. Ой, потеряли, сколько захвата. Ну, я думал, что просто он меня сдует. Решил сыграть более сайлова. Откатился задалеко. Ну ладно. Две минуты остается до конца боя. Этого количества очков должно, должно, обязано хватать, чтобы я здесь получил 1603. Можно даже попробовать сделать досрочечку, досрочечку. А чтобы сделать досрочечку, нам надо сейчас где-то точку увидеть. Где точка? Левая, контентовая. Полет Феникса оформляем. И пробуем быстренько забрать точечку. Так. Два пассажира через лево. Ой-ой-ой-ой, тишь-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Хорошо, сюда его. Отлично. Добавочку. Хочется уже овердрайв, если честно, прожать. Хочется прожать, но смысла особо в этом нет. Если тиммейт придержит точку, будет неплохо, но точка улетает. Что за баг, кстати? У нас две точки в осаде. На захвате две точки в осаде, прикольная тема. У меня, наверное, крит ошибка. Ну ладно. В принципе, это особо сильно не роляет. Мне-то надо всего лишь крисы получить. Так. Все у нас улетели с захвата. Есть титан, который пушит через верх. Давайте я просто закроюсь от него. Ничего не сможет сделать. Еще и 1700 ему в кабину эту накидываю. Там купол у него появляется. Хороший купол он реализует, кстати. Очень грамотный. Такой чисто под мой захват купол называется. Под мой захватик легенький. Ну и все. Орес. Ой, Орес. Магдум даже не успевает выдать выстрел. Делаем досрочку. 3000 крисов получаем. Все заданки сейчас мы быстренько забираем. Также, друзья, не забывайте, что я продолжаю копить контейнеры обычные. И уже совсем скоро хочу сделать масштабнейшую битву контейнеров. Которую я еще не делал никогда в своей жизни. Уже 630 почти контов у меня есть. Но сейчас у меня будет 630. Так. Еще и там что-то с челленджа получаю. Почти еще и челлендж прошел. Недельные у меня заданки еще пока что не появились новые. И с особых у меня все уже забрал я, да? Так, контейнеры. Хорошо. Сюда еще 2 конта. 632 контейнера у нас стало. Так, ну и конфеты мы плюсанули. Соответственно, мы сейчас быстро перемещаемся вот сюда. И делаем вот такую обновочку. Сейчас я его чуть пониже опущу, чтобы было видно вам все. Так. И у нас 118 конфет. 118 конфет. По 8 конфет заход. Ну что, даст мне кто-то удачи, ребяточки? Дайте удачи. Ну вот просто по лайку прямо сейчас прожмите на удачу. Контентовую удачу. Я очень сильно надеюсь, что мне сейчас наплюсует с кайфом. Просто наплюсует. Давайте работаем, ребяточки. Работай. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну не так работать я хотел, ребяточки. Ну не так. Не так. Не так работать я хотел. Возвращай теперь. Возвращай. Окей, вернул. Но на это, чтобы вернуть, мне понадобилось потратить целых 16 конфет. Поэтому давайте больше без таких приколов. Больше без приколов. Пожалуйста. У меня еще есть целых 10 шагов. Их должно хватать, чтобы дойти до первой планеты. Поэтому работаем. Пока кидает нормально. Кидает нормально. 6 островов остается. Плюс один золотой ящик. Вот это я миллионером стану скоро. Еще плюс один. Хорошо. Хорошо. Плюс остров. Супер. У меня, кстати, за этот круг, получается, два раза откинуло назад. Еще плюс один. Супер. Летим. 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 Нет, только не минус два. Хорошо. Плюс два. Супер. Супер. Плюс два. Супер. Десять танкоинов и плюс голд. И может быть плюс два. Плюс два. Есть. 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 Очень хорошо. Два плюс два сразу. Пять энергии нам дает. И пятьсот кри. Сверху мы сразу забираем краску. Пятьдесят танкоинов. Три голда. Ну, это, конечно, бюджетное все. Но круг пройден. И вот теперь нам осталось малость. Просто малость. Пройти двадцать два острова и все. И я буду с кризисом. Поэтому надеемся на удачу. Поехали. Плюс один. Хорошо. Сюда двадцать один остров. Пять тысяч кризисов. Работаем. Еще плюс один. Есть. Есть. Двадцатка осталась. Двадцатка. Давай на плюс два. На плюс два. На плюс два контентовых. Хорошо. 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 Супер. Есть. Плюс два сотик сюда. Пять тысяч кри еще сверху. Мне, конечно, особо не надо. Может быть плюс два? Нет. Плюс один. Плюс один стабильно. Это хорошо. Семнадцать островов осталось. Еще сюда подтверждаем. И. Минус два. Блин. Как неприятно, конечно, когда минус два. Девятнадцать островов. Девятнадцать островов, ребяточки. Осталось у нас. Девятнадцать островов до моей цели. До кризиса. Девятнадцать островов. Я очень сильно хочу его получить. Честно. Очень сильно хотелось бы, чтобы все сложилось так, чтобы я дошел до него. На спецаке мне понадобилось, если я не ошибаюсь, 70 ходов. То есть, в сумме... Не, не 70. Меньше. Меньше. Ну, там где-то около 400, наверное, было там конфет. Ну, в общем и целом, отличные шансы есть. У меня есть отличный шанс. Просто нам надо на протяжении скольки дней... Вот сейчас мы откроем. Мы откроем танки. Осталось у нас полноценно 12 дней. 12 дней, за которые я смогу еще получить конфеты. Плюс! Не забывайте, друзья, что какая-то часть зависит и тоже от вас. Если у нас набирается 150 лайков, мы покупаем спецпак с 20 конфетами. 20 конфет это 2 хода и еще четверка остается. Да? И таких спецпаков я еще на сегодняшний день могу купить 3 штуки. То есть, это еще 60 конфет. Также у меня будет еще 3 дня, чтобы заформить конфеты на ивенте. И если все получится, если нам хватит и мы получим кризис, это будет очень хорошая работа. Прям очень хорошая. Поэтому надеемся, что все будет идти четко по плану и мы до него дойдем. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну и дорога за кризисом официально началась. У меня на этом все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.